Друзья мои хорошие, я всех приветствую на своем канале, меня зовут Дмитрий, канал Доброедит, это American Truck Simulator, версия 1.47.3.1.S, лицензия Steam со всеми DLC, посмотрим с вами на новомодную Volvo VNL, которую разработчики добавили на той неделе, я к сожалению только сейчас до нее добрался, вот я думаю, что вы уже полностью ознакомлен с этим грузовиком, который новый добавлен, ну как новый, не особо-то он и новый, да, 18-го года, но все же, давайте посмотрим, тоже мне интересно вместе с вами посмотреть на этот грузовик, возможно вы там как-то дополните меня в комментарии, ну я какую-то, наверное, точку зрения или какой-то комментарий тоже дам по этому грузовику. Да, хочу отметить, что я смотрел, я смотрел презентацию от разработчиков и она меня вообще не впечатлила, если честно, то есть если говорить про MAN в Евротрак Симуляторе 2, да, то про MAN 2020 я прям вау, блин, вау, ну нихрена, вау, круто, вот это да, ну красавцы. Эта презентация, которая была с Вольвой, ну прям фу, ну прям вообще ничего даже где-то вообще не зацепила, если честно. Ну давайте ближе к делу будем смотреть, естественно, новую, относительно новую Вольву модель для игры American Truck Simulator. Естественно, ее уже добавили, кстати, в ЕТС в виде моды, ее вытащили и добавили туда, ну суть, как бы суть. Друзья, хочу порекомендовать вам бесплатную игру про Россию с открытым миром и реальными российскими городами NextRP. Здесь тебя ожидают профессии из реальной жизни, это медики, полиция, армия, а также работа курьером или дальнобойщиком. Кстати, недавно выпустили новое обновление, где ты можешь купить собственный грузовик, настроить его под себя, принимать заказы и колесить по просторам родной страны. Если тебе нужен экшен, то в NextRP есть новейшие PvP режимы, в которых тебе предстоит сразиться с другими командами и недавно добавленный в игру режим королевской битвы. Короче, стрельба и адреналин тебе обеспечены. Большой арсенал оружия с уникальной системой прокачки позволяет собрать и модернизировать ствол под себя, используя различные обвесы. Отличная оптимизация игрового движка для комфортной игры без лагу. Короче, тут есть на что посмотреть. Скачивай игру по ссылке в описании, регистрируйся и вперед покорять просторы NextRP. Покупка грузовика, ребята, это естественно салон Volvo, мы посещаем его и будем смотреть. Значит, смотрите, что касается Volvo. Вот про эти модели я даже не буду говорить. Это старая Volvo VNL, которая 14-го года даже написана для дебилов. Собственно, когда Volvo тогда это вышло, помните, да, вот эти все текстуры и все остальное, ну фу. Что касается новой VNL, вот она она, да, в такой комплектации. Есть одиночка, есть побольше кабины и еще высокая кабина. Естественно, все мы посмотрим, то есть такой вариант. Дальше представлена вот такая вариация, да, чем-то напоминает VNR модификацию, примерно что-то. И самая большая Global Trotter XL. Вот самая максималочка, какая представлена. Снаружи, да, снаружи, ну кайф. Ну, ребят, ну тут, да, вопросов нет, мне снаружи прям нравится. Все круто, все отлично. Но когда разработчики показали интерьер, мне захотелось в них что-нибудь кинуть. Вот не знаю, что, но что-то кинуть. По освещению понятно, это стандартная все вот эта вот тема, касаемо освещения. Это максималка, это тоже самое аэродинамический вот этот обвес, который есть, в принципе, и в каскаде, и в последней, в Western Star и так далее. Ну, смотрите, да, сейчас свет отключу. По кабинам. Вариация 300, 740 и 860. Да, 300, не 400, я ошибся. 300, вот такая комплектация. 300, сейчас где-то тракторист привет передал. 300, значит, 740 средняк и 860 максималочка Global Trotter типа XL, да, естественно, потом ее можно дотюнинговать. Ну, смотрите, давайте сейчас я потихонечку быстро. Вот такая вариация, 300. Привет, тракторист. Какие комплектации есть? 4х2 шорт, вот такой коротенький, значит, 6х2, понятно, с подъемкой. 6х4 более-менее тяжеловесный. Медиум уже прописан к другому типу кабины. И все остальные тоже самое прописаны уже к другим. Вот, это по факту, да. То есть, если возьмем сейчас лонг вот такой, 6х4 у нас уже будет вот такая комплектация. Но, допустим, вот какой-нибудь 6х2 быстренько. Транс, значит, двигатели Вольвовский и Каменск, да, это все реально, это все есть. 15-й Каменск. И Вольвовские движки здесь имеются от 400 до 565 сил. Но, если мы берем максималку вот такую, 860, если не ошибаюсь. Нет, не меняется, да. Тогда все, тогда вопрос отпал. Не меняется у нас двигатель никак. Так, 6х2 по двигателям любой какой-то, по трансмиссиям, значит, поехали. Итан от 10, 6 есть, Эллисон, Итановские коробки. Любая, пускай будет, сами здесь посмотрите, да, или посмотрели уже различные передачные числа. Пожалуйста, есть ретардер, есть не ретардер, ну и т.д. и т.п. Ну, любую какую-нибудь, 18-ю, воткнули и все, и полетели в космос. А, салон, салон, блин, фу. Ну, как, как, блин, фу? Честно, вот, когда выходят абсолютно новые грузовики с диджитал панелями и так далее, они смотрятся как-то более интересно, ну, согласитесь. А если мы сейчас рассматриваем... Ну, это знаете как, это как, блин, я хрен его знаю это объяснить. Это никакая не романтика, когда люди говорят, вот, в современном этом самом мире, что там аналоговая приборка топ, как у классики. Ну, это, знаешь, это то же самое, как сегодня пойти себе купить iPhone 3GS по топ, или ходить с Nokia 3310. Ну, это по факту. А что касается салона самого, ребят, ну, фу. И фу не потому, что он такой с аналоговой, и вот так это все сделано. Он фу, потому что он так реализован по-ублюдски. Что это за сиденье? Что это за текстура? Это фу. Я отвечаю, это фу. Это очень фу. Это фу из всех фу, каких только есть фу. То есть все, вроде бы ничего, но вот салон меня, вот, вообще, ну, такие... Даже не то, что салон, а текстуры салона, имеется в виду, да? Текстуры салона, это просто вырвиглазные. Это я не знаю, это... Это что это такое? Это жопа вообще. Салон, который не меняется никаким образом, только вот этот строй, вот эта херня, вот, вот, вот. И лимит эдишн. Едреть колотить, и лимит эдишн. Поменялся цвет, и здесь такая под какое-то серое дерево, темно-серое дерево вставочка. В любом случае, это пластик, естественно. Вот, и, ну, по салону прям вот честно. Вот мне салон не зашел. Тут на любителя, я никому не навязываю свое какое-то мнение. Для меня это полная дичь. Это не салон, это говно. Опять же, не по его насыщению и вот этим всеми там функционалу кнопками, да? Там все это, понятно, что современный автомат, и мультируль там, и, пожалуйста, и парашют, и туда-сюда, и паркинг, и все, что угодно здесь есть. И, ну, молодцы, да, это хорошо. Но как реализованы текстуры, ну, это мать моя женщина. Да, есть у нас индикатор, значит, этого самого мертвой зоны, да, вот этого слепых зон, плюс она еще и пибикает, когда мы включаем поворотник. Это даже разработчики показали у себя в обзоре. Есть у нас даже боковые зеркала с блинками, с повторителями здесь внутри, с дубляжами. Но это не меняет суть. И вот эта вот окантовочка, вот это вот, вот это вот, фрост, да, для зимнего варианта. Вы где здесь зиму видели? Ну, я понимаю, что это комплектация такая и все остальное, но... Нахера она нужна, короче. Вот реально. Понятно, да, то есть салоны, они не меняются никак. Это вот сейчас одиночка без палки. Естественно, такой вариант внутриштатный. Поехали, ладно, это можно долго мусолить, да, по цветовой гамме, понятно, все стандартные какие-то цветовые решения, которые присутствуют у Volvo VNL, вот этой моделью, да, известные всякие цвета, и вот такие желтые, понятно, что и белые, и голубые вот такие тоже есть. Все это имеется. Плюс к этому, если посмотреть, здесь у нас отключаем все, делаем DLC Volvo и начинаем смотреть, да, покраски, ну, понятно, что добавились вот эти вот покрасочки различные, скины для Volvo VNL, да, вот такие вот всякие там девка, ну, понятно, что у меня просто кабина такая, я просто показываю, вы уже до меня это все проглядели, естественно. Вот, огни какие-то, да, и вариации расцветки здесь какие-то имеются, то есть смотреть как бы больше тут, ну, что. Обычные раскраски, ничего, с версии плюс, добавление, понятно, всех покрасок, там, с Гутьера, с какой-то вот такой вот, с Драгона, да, со всех DLC-шек, которые здесь вот они есть, они, пожалуйста, можно все это дело навтыкать. Давай какое-нибудь белое, допустим, или вот, ну, такая. По тюнингу здесь, если говорить про вот эту короткую тему, да, то здесь, в принципе, маяки, это понятное дело, здесь какие-то вот эти, и можно добавить, собственно, да, вот такой вот большой спойлер, да, с дефлектом, со всеми делами, то есть изменение баков, то же самое, здесь короткие баки, 175, там, 125 галлон имеются, и вот эти вот короткие, естественно, юбки, и какие-то дополнительно удлинительные, да, вот эти удлиненные юбки, они хромированные и так далее. Особо здесь ничего, ребята, не разгуляешься, не просмотришься, если говорить про короткую, то есть это вот так вот будет, да, выглядеть, никаких проблем. Колеса, шины, диски, ничего не изменили они, естественно, ну да, добавили, понятно, бульбары, бульбары, чтобы не намотать бизона себе на капот, короче говоря, но опять же, это уже посмотрим сейчас большой комплектации, и различные бампера такие же, как и везде, то есть, в принципе, больше ничего такого здесь нет, если говорить про эту комплектацию. Если мы говорим про 740, все то же самое, просто опять же добавляется, не добавляется, добавляются вот эти боковые вещи с, скажем так, вот с этим вот дефлектором, да, и стандарт, вот это вот такая кабина, естественно, она уже идет со спалочкой, с короткой, со всеми делами, ящички, ничего сверхъестественного, какие-то полочки, ящички, все вот эта вот история есть. Ну, посмотрите текстуры какие, ребят, ну че, ну блин, ну на это глядишь, это, это аж слезы, можно расплакаться здесь нахрен, ну что за ублюдство в твою медь, и больше, ну посмотри, что за шторы, вот это, ну что это, фу. Ну, переходим к 860, на ее, естественно, будем с вами смотреть. Давайте мы оставим, да, лонг 6 на 4, движки, пускай по умолчанию будут, ну пускай волевские будут, да, здесь как бы звуки, кстати, они получше сделали, это по факту, слушали на стриме, да, неплохие. Салончик, давай я сразу лимит сделаю, опять же, ничем они, по сути, между собой не изменяются, ну че это такое, окантовочки только. Допустим, лимит, здесь у нас уже столик есть, да, здесь уже у нас столик, телевизор, спалка, да, ну и как бы вся вот эта история здесь уже как бы помоднеет, уже прям полноценная квартира на колесах, ну естественно, да, с такими масштабами, это все имеется, но текстуры фу, вот блин, вот фу. Цвет, ну давай этот мы оставим цвет, ничего я с ним менять никак, допустим, не буду, хотя здесь добавился еще скин под названием вот такой вот, в НЛ 25 лет, 25 лет, драйвинг прогресс, вот, вот так это как бы, вот он, новомодный этот скин, который добавили, да, разработчики. И понятно, что вот эти скины, которые, опять же, идут, они как бы здесь различные, как бы можно вот эти все дела поставить. Да, где у нас там цвет был, какой я хотел, давай вон желтый, во, о, пушка, давай его оставим. Поехали по тюнингу уже более детально, снизу, понятно, три кенгурятника, вот такой, вот такой, и вот такой, кстати, вот такой прям можно на каскаде прям запилить, он прям в копию, кстати, как у каскаде. Есть такой, да, ставить не ставить, дело ваше, здесь у нас негабаритный груз, баннер можно повесить. Поехали по бамперам. Бампера от классики, соответственно, вообще с заглушками, есть хромированные, есть вот такие с логотипом X, да, вот они есть различные, есть уже с дополнительным освещением, с противотуманными фарами, вот так вот, да, ну, как бы оно разное, да, есть. И понятно, что пошли уже хромированные вариации, с заглушками, без заглушек, и вот более такой, как бы вот, вот есть даже вот такие вот моменты, кстати, тоже прикольный бампер. По аналогикам у Mac, вот этот есть хромированный такой, вот, типа, утяжелённый. Имеются, вполне себе, имеет место быть, ну, давайте какой-нибудь вот такой, хром, вот такой вот, наверное, я оставлю. Идём дальше, фары есть стандарт и эксклюзив, причём эксклюзив смотрится намного интереснее и бодрее, чем стандарт. Стандарт какие-то, блин, они как будто перекрашенные, что ли, я не знаю, такой оттенок дебильнутый просто, вот, и, я не знаю. Вот эксклюзив, да, ещё прям в тему смотрится, прям вот так посмотреть. Эксклюзив смотрится, вот, намного лучше, чем вот это ублюдство. Не знаю. Ну, опять же, на вкус и цвет я тут, как бы, ничего, ребят, не говорю. Сбоку, понятно, флажки какие-то, доставим эксклюзив. Переходим к передней части. Dark, тёмная, пластиковая, как бы эксклюзив с логотипом Volvo, скошный, хромированная, полноценная решётка. Дальше, боковые вот эти воздушные фильтра, классически усиленные с тёмной вставкой, стандарт с жёлтой вставкой, с хромированной короткой, с жёлтой и прям хром-хром. Давайте хром-хром. Передние зеркала, стандарт, краска, хром, давай хром. То же самое здесь, стандарт, краска, хром, давай хром. Вот это история, дефлектор стандарт вот такой, ещё куда бы смотрелся. Дальше пошли вот такие, сикии, и вот это вот ублюдство. И вот это вот ублюдство, опять же, на вкус и цвет. Это кто хочет, тот и ставит. Просто, ну, как бы я по себе говорю, мне не нравится. Вот, мне либо вот так, либо, не знаю, короткий какой-то добавить, и то даже я бы не стал бы. Ну, есть и такая вот история. Да, пожалуйста, ставить, не ставить, делай ваше, как бы тюнинга здесь предостаточно. Стандартный капот не меняется, таблички напарника водителя. Здесь у нас лобовое стекло, два вариации. Есть у нас, как я сказал, фрост, и есть базовый. Фрост и базовый. Естественно, базовый, потому что смысла от фроста нету, как ублюдство вот это вот, я не знаю. Оно бы было, если бы были погодные какие-то моды. Не моды, а вот именно погодные условия, которые функционировали бы. Здесь у нас козырёк стандарт. Стандарт схромированный. Дальше глобал троттер в таком, и глобал троттер с хромированным. Это хром, кстати, да, если не ошибаюсь, по-моему. Ну, какую-то надпись, в общем, типа хромированная. Сбоку мы можем аэро сделать в двух, можно вообще их убрать. Они будут вот такие, видите, коротенькие. Либо вот такие массивные, либо хром. Давайте вот чёрные, а эти самые мы сделаем хромированные. Здесь у нас стандарт краска, краска с повторителем, вот в стёклах, в боковых будет это самое. Краска просто, и меняется ещё вот, вот эта вот штучка. И хром, хром с блинкином, да, ну и последнее вот. Ну вот так вот оставим. Чё дальше? Чё дальше? Это у нас маяки в двух вариациях. Ну давайте поставим, пускай будут. Дальше вверху у нас хорны. Можно поставить какие-то, допустим, дудки. Дальше у нас есть вот эта окантовочка спойлера. Вот такая, либо вот такая. Я у мамы стритрейсер. Вот, естественно, мы можем поставить вот такой дефлектор. И тогда в совокупности это смотрится, конечно, вот-вот, видите, вот прям вот-вот. Можно её в цвет или не в цвет сделать. Ну вот так оставим. Ручки дверные. Понятно, базовый стандарт краска, краска хром в различных исполнениях. Пускай и подножки тоже самое меняются. Здесь разные Volvo с логотипом. Давайте её возьмём. Шины диски по умолчанию. Здесь у нас возможность установки сразу освещения дополнительно. Либо белого, белого такого, либо прямо вот жёлтого. Давайте белое поставим снизу, либо в цвет. Не в цвет такой, да, серый получается. А, white, да, white. Белый, точнее, белый. И стандарт тёмный низ дефлектора. Есть, больше здесь ничего. Здесь у нас базовый эксклюзив. Меняется, понятно, вот эта история подножки. Global Trotter XL. Ну, как бы, есть разные ребята тоже вот эти вот. Давай вот это поставим. Здесь в баке алюминий 225, скрытый за этом. Либо хром, либо алюминий ещё больше. Или хром ещё больше. Ну, давайте хром ещё больше. Там особо не видных. Да и хрен с ними. Базовый. Или же вот такой тёмный логотип Volvo. Брызговики. Сзади у нас ничего мы толком не поставим. Здесь у нас есть, понятно, guard. Хотим или не хотим. Стандартная система кабелей. Настил различных вариаций. Ну, какой-то, не знаю. И чё дальше. Здесь у нас меняются брызговики. Либо вообще стандарт. Стандарт такой. Стандарт такой. Либо белый. Либо же пошёл аэродинамический flow below. Вот такой вот вариаций. Либо же меняется уже помоднее. То есть он прям вот такой. Такой. Прям вот модный. Здесь есть. По аналогии, как у Cascade, как у Western Star 50. Какой он там? 57, по-моему. То есть вот эта вся история тоже имеет место быть. Ну, какие-то, да. Давайте сейчас колёса какие-нибудь вот так вот. Чтобы в меру, что ли, чтобы это было. Как-то, не знаю. Как-то. Как-то. Как-то вот, да. Вот так вот, что ли. И вот это тоже. Чтобы хоть как-то смотрелось, что ли. Я не знаю. Вольво есть? Вольво есть. Ну, хоть как-то. Вот. И в принципе, в принципе, больше, ребята, здесь особо так такового ничего нет. То есть Вольво, ну, такой среднячок. Действительно, среднячок проходимый. Идём по салону. Руль. Здесь, по-моему, вот такой руль. Премиум со строчкой вот этой оранжевой. Есть, по-моему, классика стандарт. И вроде бы всё. Я не знаю. Сейчас я отключу, поставлю Вольво. Да, всего два здесь, по крайней мере, показывают мне руля. Ну, и понятно, что любые какие-то вот эти вот тюнингованные можно тоже всё... Ну, допустим, премиум. Здесь у нас табличка. Здесь мы тоже можем какой-то навигатор поставить. Здесь не меняется, не меняется. Здесь у нас воздух стандартный. Какие-то вещи сюда можно. Леденцы, не леденцы. Как я сказал, изменения лобовухи. Этот. Ну, и вот что-то вот как-то вот так. А, и боковая, да, вот эта вся история тоже. Давайте эксклюзив. Здесь у нас можем повесить, опять же, расходники какие-то, поставить какие-то банки. Здесь у нас есть коврики вниз. Идёте базовый и вот такой вот, как ковролиновый. Давай ковролин поставим. Здесь у нас тоже кока-колу можем поставить. Изменения седлушек. Понятно, что тоже. Ублюдство, блин. Вот смотрю, ублюдство. Кто такие текстуры делал? Кто вообще... Если это реально в грузовиках, вот, ну, собственно, вот так вот. Я надеюсь, они вот в реальности, я просто не сидел в Вольво, я не знаю, как вот, ну, вот я смотрю на это всё. Это, это, это бабушкин ковёр нахрен какой-то. Вот это вот, вот. Ну, ну, фу. Вот, ну, фу. Я понимаю, что это какая-то эко-кожа или что-то такое, да, стандарт вот кожа. Ну, это такая, такое фу. Ну, пускай, ладно, какой-то. Сзади у нас тоже, да, столик, на какой мы можем положить журналы, либо гитару, там, не знаю, кепку. Здесь у нас подушка, здесь там гитара, телеки, не телеки. Сверху мы ничего не можем воткнуть. Есть освещение, но его освещения нету до сих пор разработчиков. Давай покупаем. И, ну, и как-то мы с вами его, что ли, посмотрим, я не знаю, что ли. Друзья мои хорошие, ну, мы с вами загрузились, я его купил. Смотрите, ну, вот, звуки, да. Честно, вот действительно, среднячок, вот реальный средняк. Ничего сверхъестественного. У нас есть бортовая система, которая показывает дистанцию, топливо, естественно, температуру, воздух система. Ну, и все, что касается, в принципе, вот этих всех данных, да, у нас есть тахометр. Аналоговая, есть спидометр. Ну, как бы вот это все, и вот паркинг, там не паркинг, аварийки здесь включаются. Здесь вот, да, все это дело работает. Все это анимация. Тут особо анимацию смотреть даже смысла нет, потому что все это, естественно, функционирует. Блокировка дифференциала, естественно. Паркинг. Паркинг этот. Парашют здесь. Все здесь есть, ребята. Дворники. Внизу. Вон включается. Есть, естественно, датчик дождя. Снаружи все это показывается. На О. Маяки есть. Сигнал обычный. Сигнал пневма. Все это здесь, как бы, вот. Давайте сейчас G. Set time 1. Ночь. Включается белым цветом. Салонного света здесь нету. Если мы включим, у нас есть, естественно, повторители, как я сказал. Если у нас есть блинкеры вот эти вот стоят. Что касается датчика вот этого, да. То есть здесь, естественно, такая же история. Сейчас даже покажу. Мы с вами сейчас попробуем ночью где-то. Вот я сейчас вот здесь вот встану. Если я сейчас включу поворотник. У нас есть сигнал. И мертвая зона показывает, что у нас кто-то есть. То есть это если я включу поворотник, будет сигналить. Если я без включенного поворотника, у нас будет просто гореть, просто гореть вот это вот, вот этот вот датчик. Ну, естественно, он также горит на, вот, видите, просто горит. А если поворотник, у нас будет сигнал с вами. У нас будет с вами сигнал. Вот. Ну, как бы, вот такая вот история. Ближний, дальний. Светсигнал есть. По освещению. Средничок, опять же. Ну, вот правда, какой-то вот проходняк, честно. Вот халтура, отвечаю халтура. Навигация закрывает, естественно, нам зеркало капотное. Все это, понятное дело, что настраивается. Сидеть, конечно, комфортно. Звуки у него неплохие. Все, как бы, все нормально. Но, как-то вот он. Engine brake. Все это показывается. Off, on. Не знаю. Ну, прям средняк, ребят. Вот, действительно. Вот, что касается салона. Вот, мне он не нравится именно по салону. Снаружи, да, красив, мощный, хороший. По салону, вот, как будто, знаете, как будто не хватило. Как будто реально что-то не хватило им. Я вот не знаю, как. Больше, в принципе, особо смотреть нечего. Здесь, как бы, ну, два двигателя, трансмиссии, все то же самое, что и было в других. И немножечко другая вот эта история. Ну, и больше здесь вся анимация, все остальное здесь присутствует. Круиз-контроль работает, включается. Вот, C, да, вот я нажал. 30, то есть, круиз-контроль есть. Все это нажимается. Ну, ой. Ну, наверное, вот как-то так. То есть, больше здесь фишек никаких в этом грузовике нет. Датчик G-Set, дождь, если G-Set Виазер, да? Дождь. Дождь имеется. Сейчас датчик дождя включил. Вот он начал работать. Мажет. Ну, понятно, что некоторые части он как-то херово смазывает. Есть такое, да? Вот, да, вот здесь косяк. Вот он должен здесь смазывать, а он не мажет вот здесь, смотрите. А он здесь проходит. Ну, это уже косяк разработчиков, я хочу сказать вам. Вот, реально, он в этой стороне должен мазать. Вот, смотрите. А он никаким образом не снимает все это. Ну, вот как-то вот, вот, какая-то такая вот история вот здесь присутствует. Ребят, пишите, что вы думаете по этому грузовику. С вами был Дима, канал Добро Ед. Дуемся в новых стримах. Назад лайки, подписывайся на канал. Удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok